здравствуйте здравствуйте губернатора пензенской области ивана белозерцева задержали по подозрению в получении взятки в 31 миллион рублей отдал эту взятку якобы бизнесмен фармацевт борис шпигель также бывший сенатор от пензенской области сейчас на экранах вы видите фотографии имущества задержанного губернатора белозерцева которое нашли у него дома дорогие элитные часы стоимость по несколько миллионов за штуку золотая посуда с драгоценными камнями горы наличных денег общей сложностью 500 миллионов рублей и это только то что мы нашли дома мы уверены что в ближайшее время будет найдено значительно больше имущества счета в офшорах имущество близких друзей и родственников не удивимся если найдут и отдельную квартиру для хранения наличных денег как это уже не раз мы видели с вами и это все при официальном доходе белозерцева за 2019 год 5 миллионов рублей посмотрите на фото им негде складывать деньги уже по пакетам распихивают как мусор они все воруют и воруют не могут остановиться когда рядом с тобой стоит товарищ который может положить тебе руку и иногда даже защитить тебя своим телом это всегда в общем то неплохо следственный комитет на основании материалов оперативных подразделений мвд россии возбудил уголовное дело в отношении губернатора пензенской области ивана белозерцева главы группы компании биотек бориса шпигеля и других лиц в зависимости от роли каждого они подозреваются в даче и получении взяток за незаконное вознаграждение губернатор обеспечивал группе компании биотек конкурентные преимущества при заключении государственных контрактов мы имеем сегодня тот закон который имеем это закон который не регулирует рынок а просто-напросто вносит в него жесткую коррупционную составляющую всех своих отношений филипп теркуров не просто народный артист он против народа 24 года на этой сцене сколько же мы с наш сайт момент истины совсем недавно писал о возможных связях губернатора и бориса шпигеля какие-то связи сейчас вот становится ясно момент истины не первый раз уже запускает череду арестов своими расследованиями так белозерцев уже фигурировал в наших материалах в октябре 2020 года мы писали о странных огромных пожертвованиях от строительных компаний на выборы будущего губернатора зачем частному бизнесу жертвовать деньги на продвижение белозерцева очевидно чтобы получить вкусные госконтракты а в ноябре 2020 года мы выпустили материал с рассказом о том как лично борис шпигель ездил к своему другу губернатору белозерцеву с пачкой денег чтобы губернатор помог как можно скорее вынести обвинительный приговор по уголовному делу оппонента шпигеля и надавил на суд почитайте материалы много интересного спустя четыре месяца оба задержаны борис шпигель предприниматель с очень сомнительной репутации как утверждает наши коллеги журналисты за последний год на фоне пандемии стал богаче на 45 миллиардов рублей мы с вами прекрасно понимаем это в той ситуации когда рестораны кафе гостиницы разоряются людям нечем платить по ипотекам да и буквально кормить своих детей и в этой ситуации этот фармацевтический тиран такой монстр спрут становится жирнее на 45 миллиардов но бог ему судья бог ему судья и прокурор губернатор белозерцев стал богаче на 30 миллионов рублей попытался стать богаче на 30 миллионов рублей всего лишь на одной операции со шпигелем надеюсь теперь сядет надолго в кубышке нашли 450 миллионов что в итоге по делу губернатора были задержаны глава пензенской области иван белозерцев бизнесмен борис шпигель его жена евгения гендиректор оао фармация антон колосков водитель представительства пензенской области при правительстве рф геннадий марков зам директора представительства федор федотов ожидаем в ближайшее время еще громкие аресты следствие только началось но я думаю что ближайшее время мы вам предоставим определенную информацию о том как компаниям которая связана с борисом шпигелем связано с его компанией удалось 2020 год превратить практически в золотой год для себя обогатиться озолотиться и о тонкостях этого процесса которые естественно проходили ну мы в общем то видим как они проходили вот по этому уголовному делу которое возбуждено 31 миллион это только начало будет интересно до свидания а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok